У вас проблема экологии заканчивается мешочком на кухне и положить в контейнер. А если при этом еще контейнера чистые, да, какая проблема-то может быть? Проблема возникает в другом месте, когда это все собирается и везется. Вот тогда возникает проблема. И куда везется, и как перерабатывается. Это уже другая тема. Что-то мы должны делать с этим мусором, который привезли на свалку или на перегрузочную площадку. То прежде всего мы хотим или не хотим, мы должны его рассортировать. Да? Органика 50%. С этим понятно, что делать. С органикой же понятно, что она перегниет. Мы потом это самое, запустим калифорнийских червей туда и получим биогумус. Кондиционная вторичка тоже понятна. Отсортировал алюминиевую банку, спрессовал, продал. Не бойся сам плавить алюминий. Пэт-бутылку спрессовал, продал. Чистый полиэтилен тоже спрессовал, тоже продал. Картон тоже самое. Некондиционная вторичка – это загрязненные полимеры. То есть грязный полиэтилен, грязная тара, пластиковая – все грязное, которое требует дополнительных затрат, достаточно серьезных, чтобы это превратить в кондиционную вторичку. А что делать некондиционной вторичкой? Вот оно. Потому что все сортировочные линии работают вот на этом. А на 6-8% любое предприятие, оно вот здесь вот, затраты выше. А получение средств от 6-8% очень и очень незначительное. Вы покажите мне вот эту вот сортировку рентабельную. А рентабельную сортировку, вот при этой морфологии, может быть только одно – переработка некондиционной вторички. А во что? И мы получили три патента. Это шпалы, бордюры, накладки на рельсы. Ну вот на переездах, которые кладутся. То есть, вот этот вот 27% – объем очень большой, загрязненных. И это технология, которая общеизвестна. Это полимерно-песчаная технология, вы знаете это. Черепица, тротуарная плитка. А на сегодняшний день шпалы, шпалы, шпалы. И мы вот будем готовиться к производству этих шпал. Да, уже там заявки уже есть на эти шпалы. 5000 штук. Когда говорят, давайте мы сначала начнем сортировать, а потом начнем перерабатывать. Я говорю, нет. Надо это делать одновременно. В момент поступления вся мелкая часть и органическая должна оставаться. Уходить в сторону. А не идти по транспортеру к сортировщикам. Когда я был директором Перу-Уральского завода, я очень переживал. А там не было сепарации. Вот. И сейчас нет сепарации. Когда шприц, а в бытовых отходах их много, втыкается в перчатку сортировщицы, и если он инфицированный, то директор сразу садится в тюрьму. А качество сортировки было удивительно там, отвратительно. Потому что 50% органики. Представляете себе, по транспортеру метровому идет 50% органики. Внутрь лезть нельзя. Там может быть шприц. Вот собрали все сверху, а все остальное 90% идет на свалку. Куда мы идем? Сортировочный. Сортировочный комплекс. То есть, вот это... Оттуда поступает мусор. Вот по этому транспортеру попадает сепаратор. Вот это самый главный агрегат. Где отсортировывается вся мелочь, вся органика. И все поступает на транспортер. Вот сюда вот. На транспортер, где будут сортировать все самое. Потому что вся мелочь и вся органика уже ушла наружу. И хвосты в конце тоже уходят наружу. За пределы ангара. Вот и вся технология сортировки. Вот сейчас доделывается, доделывается. Ну, в течение, я думаю, что недели это все уже будет приводиться. В течение двух недель это уже все заработает. Потому что тут уже... Но вот этот сепаратор, это какой-то на уха у вашего, это надо было как-то додуматься? Нет, это... Вы говорите, что мало не используется. Сепаратор это абсолютно наше. Наша. Вот. То есть, это мы просто посмотрели, каким образом эффективно убирать органическую составляющую. И мелочь с бытовых отходов. Во-первых, он разбивает комки, если зимой. И он, естественно, режет мешки. Вот там вот видны специальные ножи, шнек внутри, который передвигает все это. То есть, да, это наша придумка. На сегодняшний день в мире перерабатывается, именно комплексно перерабатывается до 60%. Мы говорим, что это вполне возможно до 95%. Смело? Смело. Вот поэтому и не верят. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!